здравствуйте друзья вопрос зачитаю добрый день я из украины мне почти 30 а жене 28 жена бухгалтер я работаю в производственной компании создал для нее сайты и теперь занимаюсь их поддержкой можете это движок выключен поддержкой раскруткой когда есть время фрилансе но хочу работать войти компании как фронт-энд и для этого учил java script и angular 2 так как зарплата войти компании больше и привязана к доллару уже два года думаю про иммиграцию и в прошлом году поднял английский с нуля до интермидиат вот сейчас идем на курсы с женой чтобы сделать себе аппер жена ехать не хотела но после того как побывала в сша в июне 16 и посмотрел как люди живут стал со мной солидарно сам я из маленького городка но с детства решил что буду жить в столице и уже 12 лет живу в киеве поступил сам закончил сам работу искал сам веб-девелопмент учил сам поэтому на грин карту тоже не сильно надеюсь а больше на свои силы квартиру у нас нет теперь передо мной стал выбор пути выбор пути путь 1 сложный миграция в июне видимо эмиграция до до июня 2017 выучить английский до аппар видимо аппар интермидиат на я знаю что он там имел ввиду научиться ездить и сделать права то есть и прав тоже не такие и не ездил в июне взять 12 тысяч и мигрировать в чикаго лос-анджелес так дети детей они вроде нет чикаго слэш лос-анджелес по 1 работать за киев грузчиком или настройки потом когда подамся на политику и получив разрешение искать работу веб-разработку но есть страх что я могу потратить все мои 12 тысяч и остаться у разбитого корыта вопросы что выбрать лос-анджелес или чикаго люблю тепло и зависим от солнца ну конечно из киева то может заранее находясь в украине начать искать халтуры в сша и уже начинать делать людям сайты стоит ли сейчас тратить силы на фронт-энд энгелар тю или просто посвятить все свое время английскому хватит ли на первое время 12 тысяч для лос-анджелес или чикаго путь 2 уезжать позже учить английский в размеренном режиме но сдать той full не спеша сдать на права выучить фронт-энд джейс ангелар 2 найти работу войти компании собрать денежки искать работу с релокейтом сша или канаду но есть условия что же не надо родить до 30 то есть у меня два года насколько будет тяжело мигрировать с маленьким ребенком есть шанс что война с россией развернется до масштабных действий и со стороны вообще не получится уехать ну что ж давайте значит сравним два варианта значит если вкратце то первый вариант состоит в том чтобы поехать в сша вот прямо сейчас летом и там уже пробиваться через политику шанс вариант 2 непонятно когда и что но вот как бы его надо сначала стать специалистом в профессии в которой специалистом не является стать специалистом до такого уровня чтобы его куда-то взяли на работу так серьезно чтоб его еще там с переводом за границу и так далее так далее такой план мечта до 2 план он такой мечтательный то есть начать и кончить то всего там близко не было еще но мечта есть это второй план мне напоминает план его можно считать третьим вот играю в лотерею green card значит вот это мой это мой третий а можете его назвать вторым а можете первым во всяком случае выигрыш в лотерею green card по вероятности так сказать событий он мне кажется мало отличается от того что тот человек планирует в качестве второго варианта то есть второй вариант он такой так может когда-нибудь там махнем но в общем-то это так не актуально все значит так я это понимаю первый вариант значит первый вариант вызывает у него опасения что во первых ему 12 тысяч мало и как бы вот так не получилось что все деньги спустил значит а жить не на что смысле и ничего не добился конечно им нужно на адвоката какие-то деньги потратить и желательно конечно еще бы и автомобиль купить желательно но не обязательно с первого дня вот кроме того адвокаты тоже бывают такие которые не сразу всю сумму берут а там по частям так тоже бывает даже иначе им совсем впритык эта сумма там 12000 как бы совсем немного но но все-таки их двое молодых людей двое и им конечно нужны какие-то деньги там на жизнь но они они в состоянии заработать я я в общем-то даже нелегально работая можно сказать что при таком немножко может быть вы лучше среднего раскладе один человек работающий нелегально может в принципе обеспечить там семью из двух человек скромненько так но в общем жить можно поэтому я не вижу какого-то риск такого принципиального но у них их все-таки двое то есть они же они могут вдвоем зарабатывать то есть у них еще и оставаться будет поэтому ну и опять если они будут экономно жить и будут себе там еще подкапливать как-то вот чего он там собственно а что не получится ты значит есть страх что я могу потратить все мои 12 и остаться у разбитого корыто значит прежде чем он останется у разбитого корыто пройдет лет не знаю там 6 7 8 может быть больше особенно если они в лос-анджелес поедут и будут там подавать на политику значит они пока там до иммиграционного офицера доберутся четыре года пройдет ну по нынешним графикам новая администрация грозится нанять 10 тысяч там человек в пограничную службу и в частности вот этих вот людей которые разгребают все эти завалы там иммиграционных офицеров то есть может быть она и ускорится я я надеюсь что ускорится но в принципе значит но вот по сегодняшнему да значит приехали они в лос-анджелес через четыре года через четыре года у них значит будет первое интервью а чем спешить с другой стороны вот чего им спешить вот они жду работают пока там все у них хорошо значит ребенка там заведут через пару лет значит допустим им откажет там иммиграционный офицер хотя мы понимаем что а чё ему отказывать но достаточно много народу получает я недавно цитировал светлану каф которые в последний раз на нашем интервью говорил об этом но я могу вот как бы еще раз повторить речь шла о том что по информации из иммиграционных служб 60 процентов значит получали в сан-франциско офисе 60 процентов получали статус беженца с первого интервью не здесь не так плохо значит в случае чего ну хорошо так они пойдут в суд потом опять пойдут суд потом третий раз пойдут в суд этом в самом плохом раскладе так уж такому чудовищном что даже себе представить невозможно это займет но я не знаю там 8 лет может еще и 10 и они за это время не то что там свои 12 тысяч отобьют они вообще могут очень прилично заработать на самом деле 2 2 молодых человека там и так далее то есть я говорю что при самом немыслимо плохом варианте о 12 тысячах заботиться не надо ты же не едешь сюда жить на 12 тысяч или что зарабатывать и эти двенадцать лишь хорошо что у них есть потому что они могут на них и с адвокатом рассчитаться то есть им не нужно затягивать вот этот процесс подачи на политическое убежище и и все вот и мощь и машинку какой-нибудь прикупят но желательно там не за 2000 а может быть там за 5 или там за 6 чтобы чтобы реально ездить тем более лос-анджелес такой город там без машины практически невозможно обойтись вот вот собственно и все хотя и в чикаго тоже можно я не вижу никаких проблем с чикаго если он солнце любит конечно лос-анджелес в этом смысле интереснее он он собственно ответил на свой вопрос и и там и там в обоих этих городах есть достаточно значительно там община из наших соотечественников в лос-анджелесе еще много русскоговорящих армян тоже там довольно большая тусовка вот так что не пропадут если он боится с этими двенадцатью тысячами там что-то но может ему тогда вообще это не нужно если он думает вот как бы не в не потерять эти деньги вместо того чтобы думать как бы там удвоить утроить у десяти рить там у пятидесяти рить эту скромную сумму так может она и не надо понимаете вот может она сидит дома там изучать джаву ли че там энгел вот и там развивайся потихонечку уже и дети вырастут и и все будешь так вспоминать как собирался куда-то ехать поэтому если бы этот вопрос немножко был изменен то есть если чек сказал что он уже там допустим какой-то айтишник с опытом там может быть но не знаю хотя бы там три-четыре-пять лет уже поработал там какие-то проекты у него и так далее и английский вроде более-менее на месте то это был бы другой разговор то есть его его шансы на то чтобы найти работу с там внутри корпоративным переводом сша там или канаду и тогда его шансы были бы какими-то осязаемыми можно бы сказать да ищи работу вот мы знаем много народу которые приехали сюда через ипам через люксофт через там я не знаю какие еще конторы есть и все у них хорошо но но в данном случае это не вариант у него поэтому я честно говоря второго варианта не увидел то есть второй вариант это фактически такая отмазка что ли вот у нас бывают студенты такие что вот на индийской улице больше с нашими с нашими соотечественными так редко бывает а вот среди девочек из индии часто вот она поработала где-то пару лет причем поработала вот так и с интерншипа там оставили в компании или там как-то по знакомству и и вот кончилась работа пару лет да и вместо того чтобы пойти найти следующую там уже на нормальные деньги там какие-нибудь я не знаю там 90 тысяч там да может быть больше она вместо этого в сити колледж идет значит и там классы какие-то берет в сити колледжи и это может на много лет затянуться может так работу искать надо в сити колледжи ничего не надо пришел записался там 3 копейки заплатил и учись на здоровье вот это им дает ощущение того что они при деле хотя на самом деле это вышибает их из из жизни из дела из ну как бы из нормы 5 для человека это уже поработал несколько лет уйти в сити колледж вот это такой способ как бы не искать работу понимаете я вот вижу аналогию с вариантом номер два когда человек говорит я я ищу способ не эмигрировать вот прямо сейчас и там еще такой вопрос а что вот с ребенком маленьким как вообще так тяжело с ребенком маленьким даже если вас куда-нибудь возьмут там с рабочей визой например да или вот может быть там внутри корпоративным переводом там по визе эль вот сейчас хотят отменить для жён разрешение на работу и поедете вы с женой с ребенком на одну зарплату и даже если представить что у вас будет такая возможность вы не знаю чё с вами там дальше будет а вы будете тогда говорить а вот я не знаю вот я сейчас поеду по визе эль а сделают ли мне грин карту а не получится ли что я там несколько лет проживу и влюблюсь в эту страну и захочу остаться а мне грин карту не сделают и придется мне переходить там на нелегальное положение или там на политическое убежище а как я буду там первые шесть месяцев на стройке работать после того как там год-два поработал понимаете это же все такой процесс а что и а что же будет когда вот какие-то неприятности ну да в общем я бы сказал что это не столько мы два варианта рассматриваем сколько мы рассматриваем один вариант и все остальное какие-то сомнения вот сомнения колебания и вот эти колебания упакованы как бы вариант номер два вот в данном случае то есть я не хочу сказать что это в принципе недостижимо я так сказать не хочу но если чек в 30 лет фактически начинают работать в какой-то профессии вот он ее осваивает он что-то там изучает сколько лет он должен проработать чтобы приобрести вот ту ценность которая нужна была бы вот тот уровень квалификации вы знаете существенно является существенным является то что он не в 20 начал или там 22 а он начал в 30 и скажем через пять лет да тот который начал в 20 через пять лет гораздо круче будет в профессии чем он который начал 30 ну или скажем он уже начал в 20 или он же начал 30 совсем другой уровень будет поэтому я не вижу в этом ничего честно то есть я признаю что какая-то вероятность существует не нулевая но в моей оценке это вероятность будучи не нулевой достаточно близка к нулю поэтому он как бы должен решиться или он едет или он не я бы так сказал вот такая история давайте мы пожелаем парню успехов он молодец он самостоятельный да он из там местечко там в киев он учился он всего сам добивался и так далее это все очень здорово это все очень здорово ему просто нужно решиться и все остальное у него дальше пойдет очень очень хорошо я так думаю вот но то что у него колебания то что у него сомнения это тоже хорошо это это в этом есть элемент здорового подхода вот есть какие-то люди стремительные знаете они как безбашенно понеслось там прямо шашки нагло я не уверен что в этом есть какая-то ценность такая существенная человек который к цели идет он периодически спрашивает себя он говорит а эта цель а это моя цель а я правильно иду давайте это это нужно и мы же не зомби какие правильно мы люди аналитические и здравомыслящие и в общем-то ищущие информацию пытающиеся ее осмыслить поэтому мы постоянно но какие-то сомнения мы их не гоним мы мы их рассматриваем и мы через сомнения идем к чему-то понимаете его это гораздо более сильный путь через сомнения прийти к решению чем сомнения не иметь колебания не иметь а так что дает там кто-то сказал или где-то прочитал или картинку увидел поэтому у него очень здоровый процесс я считаю точно очень неплохо все вот тем более что человек как бы привык привык сам решать вопрос который по жизни возникает поэтому это это все очень здорово давайте мы пожелаем ему успехов и отправимся на работу числе а